Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Ширин, руководитель фракции ЛДПР в нашей областной думе. Ну, вот видите, я так проговариваю очень быстро, потому что вы, Александр Николаевич, из тех людей, которые в представлении не нуждаются, оно, как говорится, и слава богу, потому что хочется видеть почаще парламентариев, которые готовы комментировать самые серьезные вещи, которые у нас в областной думе, например, происходят, потому что в партийной жизни вы как... Здравствуйте, Петр! Спасибо большое! Так и скажете! Спасибо за эти теплые слова. Итак, вы как... Давайте начнем с того. Руководитель фракции в областной думе. Давайте о текучке, о ненадоедливой и важной текучке поговорим. Ну, прежде всего, хочется подчеркнуть, что я избран депутатом фракции ЛДПР в Рязанской областной думе по партийным спискам. Независимо от чего будем работать во фракции ЛДПР в Рязанской областной думе и, соответственно, выполнять наказы наших избирателей. Сегодня мы тесно взаимодействуем и с региональным отделением партии, и с нашими избирателями в первую очередь. Естественно, все наболевшие вопросы у нас трансформируются в законодательные инициативы. Не буду скрывать, повторно вносил недавно законодательную инициативу, она сегодня находится на рассмотрении, ее необходимо согласовать и с губернатором Рязанской области, потому что она требует дополнительных финансовых средств. Это все-таки выделение субсидий для безвозмездного приобретения жилья для многодетных семей, которые имеют 5 и более детей. Хотелось бы, конечно, этот вопрос не только стимулировать, но и поддержать тех людей, у которых есть такое количество детей. На сегодняшний день в Российской Федерации, в частности в Рязанской области, экономическое развитие страны и региона зависит от количества потребителей и производителей. Чем больше жителей в Рязанской области будет у нас находиться, тем легче производимые товары на территории нашего региона продавать, тем больше рабочих рук, тем меньше придется привлекать иностранных мигрантов, тем меньше денежных средств будет уходить за границу, которую получают на сегодняшний момент гастарбайтеры и в любом случае перечисляют к себе на родину. Для этого они сюда и приезжают. Поэтому мы можем ситуацию общемировую действительно использовать в том, чтобы привлекать на территорию Рязанской области граждан славян по крови, вероисповедания близкого нам. Я имею в виду об упрощенном получении гражданства и гражданам Украины, гражданам Молдавии, граждан тех союзных советских республик, которые в одно государство ходили. Если они хотят сегодня жить на территории Российской Федерации и быть гражданами Российской Федерации, необходимо создать максимально благоприятные условия, чтобы они приезжали именно в Рязанскую область. У нас очень много вопросов, связанных с сельским хозяйством и с благоустройством территории, строительства. Я думаю, что если как можно больше людей будет жить на территории нашего региона и получать здесь деньги, и эти денежные средства будут вращаться внутри нашего региона в экономике, тем для нас лучше. Потому что налоговая база, рабочие руки, и еще раз повторяю, что сегодня Российская Федерация нуждается не менее чем 300 миллионов жителей. В два раза нам нужно больше. Рязанская область, ее потенциал составляет от 2,5 до 3 миллионов человек, которые могут здесь жить, работать, развиваться. И все эти торговые центры, все эти площадки строительные, все населенные пункты, которые сегодня пустуют, они были бы заполнены и область бы процветала. Поэтому я надеюсь, что такой закон в Рязанской области будет принят, что те люди, у которых 5 и более детей, они будут понимать, что здесь им помогут приобрести жилье практически бесплатно, субсидии будут безвозмездно. Но там есть определенные условия от места проживания, кто прописанный, живет в городе Рязани, там выше стоимость, кто в сельском. Таким образом, мы можем привлечь дополнительных людей. Но эти люди должны быть гражданами Российской Федерации и проживать не менее 10 лет на территории Российской Федерации. Хорошо. Еще о последних событиях в Думе. Но на наш журналистский взгляд, это все-таки отчет губернатора, который состоялся неделю назад. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, в первую очередь, хотелось бы отметить, что никаких приукрашений в отчете я не заметил. Все то, что губернатор говорил в прошлом году, позапрошлом году, все это депутатами фиксируется. Никто ни от кого ничего не скрывает. Все говорится так, как есть. И доходная, и расходная часть бюджета. Депутаты в завершении доклада губернатора должны были принять или не принять к сведению отчет губернатора. Оценку о положительной или отрицательной депутаты Рязанской областной думы не дают. Депутаты задают вопросы по существующему регламенту. Депутаты могут задавать вопросы, уточнения. У всех это право есть. И у фракций, которые представлены в Рязанской областной думе по два вопроса. И у тех депутатов, которые не входят ни в одну фракцию, у них тоже есть право задавать такое же количество вопросов. То есть, никто в этом плане не обделен. Единственный момент, который на сегодняшний момент, извините за тавтологию, мог бы немножечко кого-то смутить, это денежные средства, которые область должна. Но это нормальное явление, я считаю, для тех регионов, которые развиваются. Если мы эти денежные средства направляем не на поглощение каких-то таких вопросов, непроедание, непроедание мы занимаемся, а строительство, то, наверное, сложно упрекнуть даже при всем желании правительства Рязанской области о больших кредитах, когда мы видим, что введена в эксплуатацию окружная дорога, мощнейший узел. Сегодня мы видим на въезде в наш город со стороны Москвы, какая развязка строится. Это какие бы денежные средства не выделялись из федерального бюджета, всегда участвует регион со финансированием. Есть установленные пропорции в разных вопросах, это спорт, дороги, сельское хозяйство. Разные существуют пропорции участия федерального бюджета и регионального. Но региональный бюджет в любом случае обязан участвовать. И если это строительство дорог, если это строительство больниц, детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, которые на сегодняшний момент в нашей области действительно строятся, то область все равно в этом участвует. И мы очень зависим от дотационных средств из федерального бюджета. И на сегодняшний момент мы, естественно, должны ожидать дополнительных поступлений из федерального бюджета. Но мы должны в том числе помнить, что мы провели олимпийские игры. Это колоссальные денежные средства. Мы готовимся к чемпионату мира по футболу. Колоссальные денежные средства. Я имею в виду федеральный бюджет. А мы тоже зависим. Если федеральный бюджет тратит на что-то, еще такое глобальное, то, соответственно, где-то будут регионы удерживаться. Мы сегодня, к счастью, получили назад свою исконную историческую землю с нашими соотечественными Крым. Благодаря уверенной и настойчивой политике нашего руководства страны, которая, отвлекусь немножко, повергла в шок весь мир, которые вдруг удивились, что оказывается шестая часть планеты Земля с ядерным оружием, с великой историей, победившую фашистскую Германию, вдруг она пытается защитить собственные интересы. Вот предыдущее десятилетие политика нашей страны уступчивая, такая вялая, переговорная постоянно, убедила их в безнаказанности любых действий на территории. Свободно у наших границ творят, что хотят. Ну, и я уверен, что мы тоже с пониманием к этому отнесемся. Если нужно будет инвестировать дополнительные денежные средства в Крым, чтобы наши соотечественники не пожалели о том, что не приняли такое решение, то надо будет потерпеть. Нам нужно будет... И сегодня обратим особое внимание, я тоже в своих интервью говорил, что те денежные средства, которые вложены были в Олимпиаду Сочинскую, это не только развитие спортивной инфраструктуры, это и наше имиджевое приобретение. Престиж страны. И сегодня мы успели через Сочинскую Олимпиаду провести огромное количество спортсменов, иностранных граждан. И сегодня ту истерию, которую информационную против нашей страны разворачивает, в нее люди не верят, которые живут за границей, в Европе в том числе. Сегодня и жители Соединенных Штатов Америки, граждане США, граждане европейских стран, они в своих опросах говорят о том, что они не приемлят каких-то экономических санкций в отношении России, военных действий, потому что они увидели Российскую Федерацию изнутри благодаря Сочинской Олимпиаде. Они увидели наше гостеприимство, они увидели, как мы умеем строить, что мы можем созидать, что мы не разрушители, мы нормальная, цивилизованная, строящая, развивающаяся нация, которая может говорить на различных языках, но в том числе, уважая различные языки мира, мы будем защищать интересы граждан, для которых русский язык является исконно историческим коренным языком. И мы сегодня вышли на тот уровень, когда мы можем не только строить наши крупные олимпийские объекты, мы можем перевооружать нашу армию, наши солдаты, вежливые и симпатично одетые в современную форму, могут появиться в тех местах и в том время, где понадобится интересам нашей страны. Не нарушая интересы других государств. Слышу, что в вас говорит офицер. Ну, это любому офицеру, и любому солдату, и любой матери сегодня, которая отправляет своего мальчишку служить в армию, который должен стать мужчиной-защитником Родины, она должна быть уверена, что ее ребенок будет использован страной не как пушечное мясо, а ее ребенок будет представлять страну, защищая ее интересы, и его жизнь и здоровье ничего не будет угрожать. И в этом огромная заслуха политиков высокого уровня. Грамотное использование вооруженных сил, грамотное использование техники минимизирует людские потери. А я напомню нашим зрителям. У нас в гостях был Александр Николаевич Ширин, руководитель фракции ЛДПР в Рязанской областной думе. Говорили мы и о думе, говорили о мировой политике, и, в общем-то, давно так я не говорил с политиком нашим местным Рязанским. Открыто и эмоционально. Вот за это вам тоже спасибо, и от наших зрителей тоже. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин